Приветствую вас, второй жене нужно в первую очередь работать с чувством вины, во вторую очередь работать с самооценкой, потому что она согласилась быть второй женой, и в третью очередь с личными границами, которые помогут определиться с тем, где она, где она, где она, а где, собственно, другой. Ну, в данном случае муж. Вот такие рекомендации можно дать второй жене, уж я не знаю, кто это, вы это или не вы. Если честно, добавить что-то еще достаточно сложно, потому что информация совсем чуть-чуть, но я допробую. Вы пишите, у одного мужчины есть две семьи, жены имею ввиду. И как это понять, у одного мужчины есть две жены? Если вы живете в обществе или социальной среде, где разрешена полигамия, то полигамия, насколько я знаю, может распространяться на несколько семей. А то мужчина может иметь несколько жены, но все эти жены должны все-таки иметь друг друга. Имею ввиду, и там, и там, и там, дети. Но со второй женился по любви. А первая, почему он первый женился? Не по любви. Непонятно. Недавно жена и мать сказала, что ей сказали, что у него есть другая, и она забирает дочь. Недавно жена и мать сказала, что ей сказали, что у него есть другая, и она забирает дочь. Ну, во-первых, мать не может забрать дочь, потому что это не её ребёнок, на ребёнка имеют права приоритетные у всех родителей, и я опять же не знаю, в каком обществе вы живете, но мать имеет на своего ребёнка куда более полные права, чем бабочка, поэтому бабочка забрать дочь не может, ну, в принципе, как и мужчина, без веских причин, забрать дочь у матери не может. Кроме того, немного странно, она сказала, что ей сказали, что у него есть друга, какие-то сплетни, какие-то непонятные слухи и так далее. Мужчина просто говорит, что второй нет, и всё такое ложь. Всё это ложь. Вопрос в том, как быть второй жене, который думает, что виноватый, как дальше быть, как дальше быть, чтобы что. Ну, пусть вторая жена как-то определится с тем, как быть, чтобы что дальше. то есть, ну, вот она, бывшая жена, я имею ввиду, согласилась по сути на то, чтобы быть не единственной женщиной. хорошо ли это? Да, в общем-то. В общем-то нет. Поверно. Ну, для женщин, для женщин нет. ну, потому что она подвергает себя опасности. А почему она выбрала быть такой? Почему она выбрала действовать так? Почему она выбрала быть не единственной женщиной? Вопрос. Вопрос. И вот на него, на этот вопрос и нужно ответить. ответить может только вторая жена и только через беседу с психологом. Как бы, как правило, это возникает именно из-за заниженной самооценки 1, из-за страха одиночества 2, из-за несамостоятельности психоэмоциональной 3. Ну, на это указывает чувство вины. Кстати, чувство вины указывает и на то, что человек не выражает свои интересы и не защищает их, позволяя, молчаливо или нет, вести себя другим людям с собой, ну, не самым лучшим образом. Как-то так можно ответить. Я надеюсь, что помог вам, на сколько это возможно, исходя из того материала, который вы предоставили. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачи.